Работа администрации сельского поселения Константиновская направлена на решение вопросов местного значения. Основное направление – обеспечение комфортных условий проживания, а это содержание социальной сферы, благоустройство дворов, ремонт дорог. Здесь расположено 19 населенных пунктов, проживают около 5000 человек. Если говорить об объектах социальной направленности, в Константиновском поселении размещаются две школы, два детских садика, две библиотеки, дворцы культуры, амбулаторий и ФАП. В 2015 году на молодежную политику было потрачено 437 тысяч рублей из местного бюджета. Основная работа с молодежью в поселении осуществляется на базе двух учреждений культуры, двух общеобразовательных школ и библиотек. Подводя итоги работы этих учреждений, можно уверенно сказать, что они выполняют свое прямое предназначение. За прошедший год прошло много мероприятий, делая досуг наших жителей разнообразным и интересным. Сельская библиотека в селе Константиново является филиалом Раменской центральной библиотеки. Работает в тесном сотрудничестве с ДК Константиновский, Константиновской средней школой, воскресной школой Михаила-Архангельского храма. Во всех поселениях Раменского района прошли грандиозные торжества по случаю юбилейного года Великой Победы. В Константиново открыли новый памятник. При содействии администрации сельского поселения Константиновск-Т проведены ряд незабываемых мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Вручение юбилейных медалей ветеранам войны, митинги, концерты и другие акции. Большим подарком стало для ветеранов и для всех жителей поселения открытие нового мемориала в деревне Ждановское. Она состоялась в канун 9 мая. 27 миллионов рублей выделила Константиновская администрация на благоустройство дворов и создание новых детских городков с веселыми цветниками. В 2015 году осуществлялись работы по озеленению территории. Проводились работы по обрезке кустарников, опеловки и побелки деревьев. Осуществлялся покос травы, выполнялись работы по уходу за газонными цветниками. Проводилась работа по наведению чистоты и порядка на дворовых территориях и улицах. Владельцы частных строений обязаны по новому закону Московской области заключать договоры на вывоз мусора и ТБО. В 2015 году медленно, с большим трудом, но все же началась продвигаться работа по заключению договоров частного сектора со специализированными службами. В этом нам помогают старосты, депутаты и активные жители. Проводились сходы граждан, а с представителями СНТ заседания. Ремонт дорог во многих поселениях производился за счет привлечения средств из областного бюджета. В Константиново на эти работы потрачено 17 миллионов рублей. В селе Константиново выполнена работа по ремонту внутриквартальной дороги протяженностью 940 метров с частичной заменой бордюров. Отремонтирована дорога по улице Новая протяженностью 550 квадратных метров. Ремонт этой дороги жители улицы ждали с большим нетерпением. В деревне Дьяково отремонтирована дорога общей протяженностью 343 метра. В деревне Сельвачево отремонтирован участок дороги общего пользования протяженностью 487 метров. Сергей Алексеевич рассказал о модернизации уличного освещения и выполнении программы по газификации. Все вышеперечисленные направления будут развиваться и в 2016 году.